Всем привет! В этом видео хочу рассказать о своем новом приобретении. Это ленточный шлифовальный станок Workman MM493V. Сначала посмотрим распаковку с коробки, дальше сделаю небольшой обзор станка и расскажу о своих впечатлениях от работы с ним. Станок привезли вот в такой простой коробке. Коробка без особого дизайна, просто напечатанная черным логотипы компании. Коробку доставляла новая почта, потому запаковали в стрейч-сленку. Давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Первым делом видим гарантийный талон. Гарантийный талон, заполненный продавцом интернет-магазина, в котором я покупал. Тут мы видим название вырубу, это гриндер, серийный номер, модель MM493V и дата продажи. Дальше мы видим что-то типа инструкции. Давайте посмотрим, что там внутри. Тут тоже гарантийный талон есть. Дальше смотрим технические характеристики. Напряжение питания 230 В, мощность 310 В, скорость оборотов 2980, диаметр диска 125, размер ленты 25,4х762, скорость движения ленты 14 метров в секунду. Также тут есть правила безопасности, гарантийные обязательства, ну и так далее. Никакой инструкции по сборке и вообще инструкции пользования, ничего такого нет. Так, откладываем это все в сторону, смотрим дальше. Это опорный столик для круглого абразива. Это один из пылесборников. А это опорный столик для ленточного абразива, то есть для гриндера. Вот и сам станок. Упакован очень надежно между двух слоев пенопласта. Я переживал, что при доставке почтовой службой, возможно, там будут бросать его или еще что-то, чтобы не повредили сам станок. Но, как оказалось, даже если бы и бросали коробку, то станку ничего бы не было. Даже есть вот такая защита от влаги. Итак, выполнил сборку станка, успел даже на нем сделать пару ножей. Видео про изготовление ножей также смотрите на моем канале. Теперь готов вам рассказать о его плюсах и минусах, то, что я успел заметить во время работы. Работе столик на гриндере регулируется с помощью специального рычага в пределах 90-45 градусов. Тут есть специальный винт, на который опирается столик и в этом положении получается 90 градусов. Положение винта можно регулировать, если вдруг неправильно выставлен, то есть с помощью уровня и вкручивания-выкручивания этого винта можно регулировать наклон столика. Во время монтажа при установке столика у меня сразу же возникла проблема с его установкой. Сейчас покажу более подробно. Вот этот рычаг, который регулирует зажим столика, его не так просто установить. Получается, его нужно сначала поднять на себя, потом можно с помощью шестигранника крутить. Но делать это одновременно совсем неудобно. То есть нужно потратить больше времени и прилучиться, как одновременно потянуть на себя и другой рукой крутить. Кстати, шестигранника для этого дела в комплекте не было. А так конструкция регулировки довольно-таки удобная. Чтобы заменить ленту, нужно снять крышку, открутить вот эти винты. Вот здесь один, вот тут второй и есть третий винт. Забыл еще сказать, что перед снятием крышки нужно снять защитный экран. Тоже там выкручивается барашек и можно снимать крышку. Вот такой вид имеет механизм натяжения ленты. Ролики, по которым бегает лента, пластиковые. Средний ролик имеет механизм смещения ленты. То есть, вращая вот этот винт, можно смещать ленту относительно оси роликов влево или вправо. Это очень полезная функция, чтобы лента не слетала во время работы. Снимать ленту очень просто. Берем верху и тянем на себя. Изначально на станке была установлена лента гридностью 100. Но так как мне пришлось работать с металлом, я установил ленту гридностью 40. На ленте есть стрелка, которая показывает направление движения. Также такая же стрелка есть на крышке, которая закрывает механизм натяжения ленты. Установить ленту тоже просто. Вставляем ленту в прорезь в столики, надеваем на нижний ролик, потом на средний. И нажимая на механизм натяжения, натаскиваем на верхний ролик. Дальше вручную прокручивая ленту, регулируем положение ленты с помощью механизма смещения. Защитная крышка сделана очень качественно. Это литой пластик с последующей фрезеровкой. Закрываем крышку в обратном порядке. Затягиваем винты и одеваем защитный экран. Этот экран на самом деле очень необходимая вещь. Он очень хорошо защищает от осколков и от пыли, которые могут вылетать из-под ленты. Конструкция позволяет регулировать его во многих положениях. Хочу сказать несколько слов по поводу кнопки включения-выключения. Она вот такая самая обычная, нищим видом напоминает кнопку с подсветкой. Но на самом деле подсветки никакой нет. Также на кнопке не предусмотрена защита от флаги и от пыли. Имеются какие-то крепления. Возможно она все-таки предусмотрена, но нужно покупать отдельно. Забыл показать степень износа вот этого упора для ленты. Сейчас снова сниму ленту и покажу о чем я говорю. По тому как стерлось красочное покрытие, мы можем наблюдать степень износа упора. Если внимательно присмотреться, видны следы канавок от абразива, который попадает на обратную сторону ленты и тем самым стирает металл. Данный износ образовался после изготовления спусков на двух ножах. Данный упор является съемным. Там есть два винта крепления, которые можно отвинтить и заменить эту деталь. Также небольшие следы от абразива есть и на пластиковых роликах. Если часто собираетесь менять ленту, вкручивать третий винт совсем не обязательно. В основании есть крепежные отверстия, если нужно станок закрепить стационарно. Шлифовальный диск вращается в одном направлении с лентой. Опорный столик имеет вот такую канавку, в которую вкладывается небольшой транспортир. Очень удобная штука, если нужно сделать фрезеровку под определенным углом. Небольшая особенность этого станка, то что опорный столик для гриндера полностью плоский. Это было одной из причин, по которой я купил именно эту модель. После нескольких первых включений, в работе станка появились какие-то посторонние звуки. Как оказалось, опорная тарелка была плохо прикручена. Пришлось снимать наждачную бумагу, которая была здесь приклеена, и сильнее поджимать крепежный винт. Немного позже планирую приклеить сюда липучку для быстрого монтажа шлифовальных дисков. Продолжение следует... Вот такой вид имеет станок с обратной стороны. Сейчас включу станок, чтобы послушать громкость его работы. Дальше посмотрим на работу станка с металлом и с деревом. Больше информации о работе самого станка смотрите в предыдущих и в следующих видео. Как заключение, хочу сказать, что выбором станка я доволен. Небольшими минусами является малая скорость оборотов. Иногда хотелось бы немного большую скорость. Плюсом является то, что среди своих аналогов здесь мощность намного больше, чем у них. Также радует доступность этого станка в плане бюджета. Главное, что своими задачами он справляется на отлично. Пока что я им доволен. Если видеоролик был вам полезен, подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Всем спасибо за внимание. Всем пока.